Добрый день! В эфире телеканала НИКТВ новости. С вами Антон Липовский. Сначала коротко о некоторых темах к этому часу. Есть на кого опереться. Россияне считают, что у президента отличная команда. Таран длиною в 70 лет. Поисковики нашли двигатель героического экипажа Пе-2. Дух острова Свобода в Боровском районе. Этномир может похвастаться гостем с Кубы. Президент Путин в своей работе опирается на команду профессионалов и единомышленников, считают россияне. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи спрашивали, кто входит в команду главы государства, помогает или мешает она работать президенту и нужно ли ее обновить. Подавляющее большинство респондентов, а это 93%, считает, что у Владимира Путина надежная команда, на которую он может опереться. Оказать продовольственную помощь нуждающимся гражданам поручил премьер Дмитрий Медведев Минпромторгу совместно с Минсельхозом, Минфином и Минтрудом. Предложения по этой теме должны представить до 1 сентября этого года. Доход увеличился, но в плюс выйти не удалось. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, Калужская область в прошлом году заработала на 1 миллиард рублей больше. Всего же в 2014 областную казну поступило 40 миллиардов. В основном за счет НДФЛ, акцизов и налога на прибыль предприятий. Потратила же область на 5 миллиардов больше, чем заработала. Связано это в первую очередь социальной ориентированностью бюджета. Это почти 60% всех расходов. Еще одна причина снижения – поступление от налога на прибыль. Губернатор дал поручение областному Минфину разобраться в ситуации. Прежде всего надо подумать над тем, как резервом мобилизовать налог на имущество, о котором вы говорили, где было недопоступление в налог на землю. Естественно, нужно смотреть вам на вашей комиссии не только недоимку, но и структуру, например, налога на прибыль. Почему она может быть занижается где-то, так же, как и с заработными платами. Это тоже надо анализировать. Почему она сокращается? Анатолию Артамонову вручили награду от журнала «Бюджет» за третье место в рейтинге эффективности руководителей субъектов по итогам прошлого года. Награду главе региона передала министр финансов области Валентина Авдеева. Журнал «Бюджет» – одно из самых влиятельных изданий в финансовой сфере. В рейтинге учитывалась инвестиционная и предпринимательская активность региона, инвестиции в основной капитал, эффективность бюджетной политики и рейтинг влияния губернаторов. Всего в исследовании принимали участие 67 регионов. Опередить Анатолию Артамонова смогли только губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и глава Тюменской области Владимир Якушев. Место авиационного тарана под Калугой нашли спустя 74 года. Поисковики установили. В начале октября 1941-го недалеко от деревни Космачи геройский погиб экипаж бомбардировщика Пе-2. В поисках самолета участвовал и мой коллега Павел Вепринцев. 153-й километр трассы Калуга-Вязьма. Здесь в 5-7 метрах от проезжей части калужские поисковики ищут советский самолет, который разбился в октябре 1941-го года. По имеющейся информации, летчики повторили подвиг Гастелло, направив горящую машину на колонну вражеской техники. Сантиметр за сантиметром энтузиасты военной истории углубляются в прошлое. Главное найти один из моторов крылатой машины. Его номер позволит определить модель самолета, а значит имена летчиков. Предварительная разведка дала результаты. На глубине штыка лопаты попалось большое количество частей агрегатов и фюзеляжа винтокрылой машины. Для этого досконально осмотрели несколько сотен метров поля вдоль дороги. Уже из раскопа достали три единицы вооружения, крупнокалиберный и два скорострельных пулемета, части приборной панели и топливного оборудования. Но и это не давало полной картины героического события. Здесь еще нашли элементы строп парашюта. Это значит, что человек, если бы он выпрыгнул, то этих строп мы здесь не нашли. То есть то, что здесь именно с летчиками, ну вопрос в том, что опять же у бомбардировщика, как бы моторы они были по краям, а здесь сидел экипаж. То есть как он заходил, вот так он падал, так он падал. То есть здесь непонятно. Точную локализацию падения, поворот с трассы Калуга-Вязьма на деревню Космачи помогли определить местные жители. Зинаиде Кузьминичной-Кутузовой в октябре 1941 года было 10 лет. День, когда упал самолет, она помнит. По Вяземскому большаку в сторону Калуги шли колонны вражеской пехоты. К ним на перерез со стороны Муромцева зашли два крупных самолета Красной Армии. Один из них горел. Слух прошел, самолет, самолет сбили. Ну тут вот постарше нас, кому там по 14, кому по 15 лет было. Все побегли, и мы, подростки, побегли туда. А он прям недалеко, около дороги был. А тут немцы налетели. Рвуть парашют, рвуть, кричать, Русь, 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 Русь. Яма росла вшире вглубь, однако мотор самолета так и не попадался. И лишь к вечеру удача улыбнулась. Среди обломков нашли кусок мотора, на котором ясно читался номер. Осталось малое поработать в архивах. Павел Вепринцев, Артем Соснин, Игорь Маслов. Телекомпания НИКТВ, Бабынинский район. На данный момент поисковики по номеру мотора установили не только модель самолета П-2. В архивах обнаружились и данные о экипаже. Два младших лейтенанта Виктор Денисов и Осип Кратцов, а также сержант Николай Гришин. В год литературы создать базовый учебник по русскому языку призвала РАН, Академия образования и педагогическое сообщество. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Причем эта задача, по ее словам, должна стать приоритетной. В Госдуму мы закон разработали на эту тему, в единых учебниках истории и русского языка, потому что без такого единого учебника истории и русского языка невозможно не только просто нормально знать историю и язык страны, но невозможно и воспитывать патриотов, людей, знающих свою родину. Дух Острова Свободы в Боровском районе в культурно-образовательном центре торжественно открыли бюст Хосе Марти, знаменитого кубинского поэта, писателя, публициста и общественного деятеля. Бюст был подарен посольством Республики Куба в знак межнациональной дружбы. Открытие приурочили к 55-летней годовщине дипломатических отношений между Россией и Кубой. Страны, несмотря на расстояние, всегда будут рядом, отметили в своем выступлении кубинский посол. Калуга тоже всегда готова к сотрудничеству, несмотря ни на что. Все, что делается вопреки воле людей к объединению, к мирному существованию, оно не имеет никакой абсолютной перспективы, в особенности, когда это делается по отношению к таким людям, которые живут на Кубе, в свободолюбимом острове, которые живут в Великой России и подобных нам государствах. В торжественной церемонии принял участие известный тележурналист Сергей Брилев. Он был одним из инициаторов появления этого памятника. В интервью он рассказал, что это не первая его поездка в культурно-образовательный комплекс. Он уже был здесь с семьей. Телеведущий также отметил, что хочет и дальше помогать развитию этого уникального места. И затея на свободных площадях сделать улицу обеих Америк, которые украсились как раз таки бюстами отцов-основателей разных американских государств. Американских имеется в виду от Аляски до Огнеземли, поэтому я думаю, что к Хосе Марти при прочих равных присоединится. Чилийский Ухигин, Сургвайский Артигос, Аргентинский Сан-Мартин. И вполне вероятно, что американский, вот именно североамериканский Джордж Вашингтон. Почему нет? Экономическое настоящее и будущее страны и области. Скоро на нашем канале программа «Резюме». С губернатором Анатолием Артамоновым беседует журналист Сергей Брилев. Не пропустите. Курортный сезон не за горами. Однако экономическая ситуация вносит коррективы в планы россиян. Отдых на просторах родной страны эксперты называют в прогнозах самым популярным в грядущем сезоне. В Калужской области немало достопримечательностей и особый подход к жителям каменных джунглей. Альтернатива зарубежным курортам в сюжете Ирины Сидоровой. Туризм – это всегда интересные места и новые впечатления. А отдых с приставкой «Агро» – это в первую очередь чистый воздух, живописные пейзажи и возможность полностью отключиться от городской суеты. Как можно дальше от цивилизации? Именно такое место выбирал для будущего агротуристического комплекса его владелец Алексей Кондрашов. И нашел в глубине Масальского района. На месте встречи двух рек – Рессы и Пополты. Это прекраснейшие реки. Возможно, лучшие в нашей области. Они очень чистые. Здесь живет рыба. Ее можно ловить на удочку. Здесь летом цветут белые лилии. Такое сегодня тоже не везде увидишь. Потом тишина. Совершенный покой и уединение с природой. Любой агротуризм начинается с земли. Зная о сельском хозяйстве немного, Алексей принялся за новое дело с интересом и энтузиазмом. Для начала поднял залежные земли. Теперь Масальские поля снова могут похвастаться урожаем пшеницы, ячменя, кукурузы. Часть идет на нужды местной фермы. 130 голов дойного стада – это только начало. В планах вдвое больше. А здесь городские гости могут лично познакомиться с теми, кто готовит для них парное молоко. Привет. Молоко, добытое роботом, как известно, вкуснее и насыщеннее. Убедиться в этом и понаблюдать за диковинным процессом современного доения смогут все, кто раньше буренок видел только по телевизору. Вернуть человека к истокам, напомнить, как жили предки, просто, но не менее счастливо. Задача воссоздать атмосферу русской деревни 19 века не из легких, соглашается владелец агротуристических угодий. Но того стоит. По образованию не только экономист, но и художник Алексей Кондрашов всерьез взялся за возрождение народных промыслов. Работа кипит в местной керамической мастерской. Вот это вот изделие мы только сейчас достали из формы. Мне надо, что-то будет поработать, предстоит. Тут кое-что нужно будет руками подделать. Автор уникальных работ, сам хозяин исполнения доверил заинтересовавшимся масальчанам. Керамические иконы от Кондрашова уже украшают стены храма в честь ихвинской иконы Божьей Матери в Росве. Возможность освоить азы утерянного искусства и сделать сувенир на память своими руками будет частью развлекательной программы. Заветная мечта Алексея – открыть целый город мастеров. Таких мастерских должно быть много. Мы хотим создать мастерскую кузнечного дела, мастерская по деревообработке, мастерская по кружевоплетению, мастерская по лозоплетению и травоплетению. То есть поднять те традиционные промыслы, которые существовали на нашей земле, на этой территории еще до недавнего времени. Здание гостиницы, которую спроектировал сам Алексей, также украшают эксклюзивные изразцы. Глину для них обнаружили здесь же, когда рыли котлован. К приему гостей все готово и внутри. Владелец позаботился о том, чтобы каждый номер рассказывал постояльцам свою историю. Кованные светильники ручной работы привезли из Флоренции. Старинную мебель собирали со всей Европы. А вот этот гарнитур раньше принадлежал русскому хозяину. Антиквары нашли его в Польше и вернули домой. На подобные интерьеры авторы вдохновили картины Васнецова, Нестерова и сказки Пушкина. Такой вот дремучий в чем-то, напоминающий нам о наших истоках, о наших корнях. Опять же, вот эта близость с природой, то, что мы находимся в таком вот таинственном, потаенном, даже можно сказать, заповедном месте. И вот это все навевает именно то, о чем мы говорим, о неорусском стиле, о этих сказочных персонажах. Мы думаем, что нашим гостям это будет интересно и это будет привлекать их. В том же стиле русской романтики будут оформлены и деревянные избы, которые планируется построить для семейного уединения на лоне природы. Сказочные ворота откроются для любителей агротуризма уже этим летом. Ирина Сидорова, Андрей Сомов, Александр Седов, телекомпания НИК-ТВ, Масальский район. Спринтом в гору запомнится прошедшие выходные для калужских лыжников. Награды первенства области были разыграны по экстремальному сценарию. Спортсменам на скорость нужно было преодолеть горнолыжный склон. Причем старт был дан в нижней точке комплекса, а вот финишная черта находилась в верхней точке подъема. Организаторы соревнований – Совет ветеранов Калужской области. С каждым разом все больше и больше народа это радует. Здесь и стартует и молодежь, и ветераны спорта, и основная группа – 18-39 лет. И радует, что сезон продолжается. С одной стороны радость, а с другой стороны как бы огорчение, что сезон заканчивается. Но тем не менее, я думаю, что соревнования должны прошли на хорошем уровне. Этот склон где-то метров 400 не так просто войти. Самым подготовленным оказался Дмитрий Зубков. Он показал лучший результат. Как всегда, экстремальное впечатление, потому что приходилось концентрироваться и работать коротко, но на всю мощность. Горка все-таки действительно убивает. Единственное, что не хватает, конечно, освещения этого момента. Потому что я уверен, что было бы куда больше желающих участвовать в этом, даже из других областей. Ну и надо, конечно, подтягивать спонсоров, либо еще что-то заинтересовать. И качественно об этом рассказать всем. Потому что это весело и действительно интересно. Во многих регионах, особенно раньше, помню, в Москве проводили такие спринты, где участвовало много народа, были хорошие призы. И это был настоящий фестиваль и праздник. Правда, зима уходит, и такие вот спортивные праздники вместе с ней. Грустят даже некоторые животные. Герой следующего видео, ностальгирующий кот, стал очень популярен в интернет-пространстве. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в Тридома, где все просто и знакомо на денек. Ну, думаю, что у вас нет повода для грусти, ведь пришла весна, а вместе с ней тепло. Наш выпуск на это подошел к концу. Следующий выйдет в эфир в 19.30. Мои коллеги познакомят вас с самым актуальным из жизни региона. Увидимся на Нике. Редактор субтитров А.Семкин